Добрый день дорогие радиоуслушатели, в эфире Политинформания, ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Наш гость представит себя сейчас сам. Я хотел, ребята, не представлять себя сам, а сразу начать беседу по делу. Вы знаете, сейчас же мир рушится, ну вдруг вы в курсе слышали, да? И вот мы в России очень озабочены тем, что, а вдруг доллары обесценятся? И у нас есть аргументы, мы знаем, что если деньги печатать, то они обесцениваются. И этому научили нас вы, американцы, Международный валютный фонд, все основы капитализма. Наверное, вас этому в школе учат, о том, что если деньги печатать, они обесцениваются. И вот вы сейчас, американцы, начали печатать доллары, причем триллионами, да? У нас, соответственно, мы беспокоимся, у русских людей под матрасами, знаете, сколько доллара? Сколько у вашей наркомафии нету? Господа, у вас кто-нибудь беспокоится на эту тему? Давайте я все-таки представлю вас, Глеб Валентинович, потому что нашим радиослушателям очень важно знать, с кем мы беседуем. Меня зовут Глеб Пьяных, а дразнят программа «Скандалы, интриги, расследования», программа «Максимум». Наверняка даже до Америки долетала вот эта вот веселая фразочка из «Сколько это лет назад?» В 2012 году программу закрыли, ровно за год до «Крым наша». Итак, ребятки, про доллары давайте, аудитория хочет по делу. Вот это вот, у кого какие там в прошлом были приключения, все это ерунда. Деньги, деньги, ребята, давайте, отвечайте мне на вопрос. У вас кто-нибудь озабочен тем, что доллары обесценятся? Вы знаете, я думаю, что в Америке обеспокоены немножко другими вещами, потому что к понятию доллар, как к таковому, люди привыкли, и что он обесценится. Я не думаю, что это для людей даже как-то важно, потому что они об этом особо не думают. В большей степени люди думают о своих рабочих местах, о бизнесах, это именно то, что даст им возможность стабильно зарабатывать эти самые доллары. Окей, у вас в Чикаго карантин есть? Есть, да, и сегодня он продлен до 1 июня. А какой этот карантин? То есть вы на улицу выходить можете или нет? Мы на улицу можем выходить. Если у вас есть пропуск или нет? Нет, пропусков, как в Москве, у нас нет. Единственное, что в некоторых районах Чикаго, будем так говорить, Иллинойс, неправильно говорить, Чикаго, Иллинойс, да, значит, введено положение, что человек, находясь на улице, должен носить маску. И держать дистанцию. И держать дистанцию. То есть это не во всех районах Иллинойса, но в некоторых районах оно действительно действует. А были приключения, что полиция ловит, штрафует, там, не знаю за что, если ты без маски или еще за что-то? Нет, нет, такого нету. Полиция за этим не смотрит. Люди достаточно дисциплинированные. В некоторые магазины ты должен приходить с маской, а в некоторых, если нету каких-то условий, значит, ты будешь приходить и без маски. Это весь вопрос личной ответственности человека, и полиция здесь... Вы меня простите, я вас уже прерву, просто Всемирная организация здравоохранения сказала, что, в общем, маски не нужны. И все больше звучит, что вирус через нее пролетает со свистом, если есть вирус, если он у тебя, или если он у человека, с которым ты сталкиваешься на улице, вы понимаете, да? То есть как бы вирусом наполнена вся наша жизнь, ну а китайцы буквально там дня 3-4 назад заявили, что 80% тех, кто поймал вирус, не болеют вообще. Они это называют без симптомов, но вообще ничего. И теперь возникает вопрос, вот сейчас и у нас в России, и у вас в Америке, слушайте, а сколько нас уже переболели, и мы об этом не знаем. Зачем гробить экономику? Ну вот, так сказать, слышали такое? Ну естественно. Глеб Валентинович, у меня к вам тогда вопрос для наших радиоуслуг. Я надо меня называть Валентиновича, мы журналисты в нашей профессии, вот вы, Геннадий, Эдуард, у вас же нет отчества, нафига вы меня-то, Валентинович? Хорошо. Мы знаем, что пару недель назад у вас был день рождения, мы вас и поздравляем, желаем вам здоровья в первую очередь. Глеб, такой вопрос. Вы сейчас говорили про организацию, Всемирную организацию здравоохранения. Как вы относитесь к тому, что, вот с вашей точки зрения, да, что наш президент Трамп прекратил финансирование этой организации и... Молодец! Молодец! Просто, ну это вот один из плюсов, одна из звездочек на фюзеляже Трампа. Вот у вас Трамп сделал налоговую реформу. Можете в двух словах сказать, вы заметили, это стало лучше? Слушай, я для русской аудитории объясню в двух словах, что он очень сильно упростил вот это регулирование. У вас была адская совершенно налоговая система и просто, по-моему, нормальный человек сам не мог заполнить декларацию. Просто обязательно нужно было нанимать адвоката, лоера, по-моему, как вы называете, или кого-то там специалиста тратить деньги. А он упростил, да, налоговая реформа Трампа. Это клево? Это клево. Абсолютно клево, потому что люди... А Обамакея это ужасно, правильно? Обамакея это ужасно. Обамакея ужасно, налоговая система, которую он упростил, она, естественно, намного лучше, и мы стали получать деньги, сохранять деньги. Для американцев очень важно сохранение своих расходов, чтобы они могли сами распоряжаться своими доходами. Я для своей аудитории переведу, что Обама сказал, что Обамакея не ударит по карману тех, кто сам платит за свою страховку. И если вы хотите дальше платить не больше, чем вы платите сейчас, то вы это сможете. И вот эта фраза по-английски звучала, Так вот, Обама обманул, правильно? Да, да. Ну, в нашей русскоязычной среде к Обаме относятся достаточно не очень хорошо. Это более консервативная публика, поэтому, скажем так, все, что он делал, это очень подвергается большому абстракизму в нашей, в русскоязычной среде. А в Америке к нему положительно. Ваш шеф рассказывал, что когда вы ругали Обамакея, то вас вырубили из эфира. И это сделал, кто это сделал? Кто вас вырубил из эфира? Это была радиостанция, то есть та организация, у которой мы берем в аренду время. Они нас просто вырубили из эфира и сказали, ребята, ваши взгляды нам не нравятся. И мы считаем необязательным вас продолжать держать у себя на наших волнах. Вот такого типа. Они не были вашими акционерами, они просто сдавали в аренду эфирное время, так что ли? Да, да. И вы после этого нашли новое эфирное время и стали независимыми, правильно? Абсолютно. Ну, вот видите, поэтому... Вы, наверное, должны им сказать спасибо, правда? Каждый день, каждый час, каждую секунду. А, Глеб, я хотел бы вам в свою очередь задать вопрос, который меня интересует. Значит, ближе к вам. Есть ли сегодня такая профессия, как журналистика? И что такое жур... Если она есть, что сегодня такое журналистика? Потому что... Ну, вот я ею занимаюсь каждый день. Я не знаю, вот если вдруг вы видели, я за 10 дней собрал 75 тысяч подписчиков на YouTube. А первые 300 я зарабатывал 2 года. Я сам в шоке от того, что началось. Ну, я стал прям, ну вот прям совсем, так сказать, отключил внутреннюю цензуру. Но я, тем не менее, не ругаю там власти по беспределу. Я оперирую фактами. И вот оглушительно зашедший ролик, буквально там позавчера, я рассказывал о том, как дочери Путина участвуют в бизнесе по созданию тестов проверки на коронавирус. И, собственно, я все собрал по открытым источникам. Но я это все собрал в кучку, разложил, объяснил и, собственно, вычислил, какая идет аппаратная борьба. То есть о том, что дочки занимаются, вернее, участвуют в этом бизнесе, об этом была публикация в газете «Собеседник». Ваша аудитория явно это помнит. Это такая перестроечная газета, она до сих пор жива где-то в интернете. Да, на интернете это можно читать. И вот «Собеседник» выпустил такую заметку. И она такая была очень скользкая, и дочек там прямо, скажем, притягивали за уши. И я вот, так сказать, стал анализировать, почему, кто, зачем притягивать. И я вычислил, что это выгодно Роспотребнадзору, которая отдельная бюрократическая структура, которая высасывает кучу денег из населения. И ей принадлежит центр «Вектор». Это такая лаборатория в Новосибирске, главная, где ведутся проверки всех вот этих тестов, которые собирают по всей стране и возят туда. И они долго держали монополию. И на них наезжал Собянин, он говорил, что, ребята, ну это беспредел какой-то. Но он это делал деликатно. Это надо было читать вот эти вот, или слушать эти долгие нудные заседания. Путин, Собянин. Это то, что невыносимо. Нормальный человек это слушать не может. А вот послушай, ты многое поймешь, сопоставишь тем. Я сделал, сопоставил. Ребята, горжусь. Первое место в трендах Ютьюба сутки. А на второй день пятое место в трендах Ютьюба. Ха, вы эти. Полтора миллиона просмотров. Вау, это журналистика. Боже мой. Спасибо американскому империализму за то, что дали нам возможность заниматься журналистикой. Под империализмом я называю компанию Google и Ютьюб прям блеск. Спасибо, Глеб. Глеб, а аппаратная борьба ведется, на ваш взгляд? Или это все, как бы, измышления? Постоянно, извините, что перебиваю. Просто, ну, сам журналист, быстрый человек. Безусловно, там идет драка бульдогов под ковром. И, собственно, аппаратную борьбу можно было видеть, как сидит Путин. Перед ним Голикова, Татьяна, главная по... Ее называют, главная по медицине уже много лет, лет 20. И ее у нас называют мадам Арбидол. Потому что она вот, по-моему, то ли совладелец, то ли ее муж совладелец вот этого хозяйства, лекарства Арбидол, которое ни от чего не лечит, деньги из населения выкачивают. Не помню, включили ли они в какие-то обязательные госпрограммы, навязывают ли они это лекарство. Но факт тот, что ее обзывают мадам Арбидол, есть. И вот она сидит. Путин ее при себе держит. А рядом сидит Собянин, который вообще-то у нас сейчас главный по коронавирусу. Он руководитель какого-то комиссии госсовета по вот этой борьбе с эпидемией. И он, в принципе, толковый мужик. Он хорошо, так сказать, там ведет дела. И вот они при Путине... Собянин говорит, слушайте, ну тесты эти, конечно, никуда, но они стали лучше. И тут же мадам Арбидол включается и говорит, нет, ну как же, мы сделали 200 тысяч тестов. Собянин наш передернул, он прям зубами заскрипел. Но это все на нюансах, и это как бы невозможно... Если это показывать зрителю как есть, то зритель не улавливает этих нюансов. Нужен журналист, который это разъяснит. Вы понимаете? Вот то, что прям выплескивается, видно. Ну а еще там, конечно, идет аппаратная борьба за деньги. Вот за эти колоссальные миллиарды, десятки миллиардов рублей. Но иногда и долларов получаются. Когда из бюджета они выбивают эти деньги, тратят на какие-то госпрограммы и разворовывают их по беспределу. Просто ужас. Но я журналист, который привык работать фактами. И поэтому я вот эти факты... Сейчас просто время интернета. Сейчас фактов больше в интернете, чем может переварить любая редакция или любая голова, моя голова. И вот сейчас еще и скорость этого поступления информации стала такая колоссальная, что ты просто можешь с утра до вечера сидеть, весь этот вот интернет внимательно шерстить, сопоставлять одно с другим, потом склеивать это во все, во внятный ролик, то, что у нас с вами называется редакционный материал. То есть это как бы, ну такой, ну не самый жанр, которым гордится. Журналист гордится репортажем, когда я там поехал на войну, в лес под пули, вот я стою с микрофоном. Вот в нашей профессии это предмет главной гордости. А редакционный материал, ты сидишь в теплом офисе, смотришь какие-то там информационные сообщения, берешь чужое видео, кусочки из него складываешь и так далее. Но сейчас время такое быстрое, что эти, видите, редакционные материалы оглушительно заходят, как говорят на ютюбе. Глеб, а когда в России закончатся деньги, которые вот они разворовывают, неужели их так много или им нету конца? Их реально много, им, к сожалению, нет конца. Видите, я говорю так, к сожалению, потому что я уже не знаю, я уже как Владимир Ильич Ленин начинаю говорить, что чем хуже, тем лучше. Нет, конечно, мне очень жалко народ, ну и, наверное, отчасти себя самого, но у меня есть ниша, вы понимаете, да? То есть я себя, что я буду жалеть? Благодаря тому, что есть такая вот странноватенькая у нас власть, неэффективная, воровская. Я как журналист, в общем, сказать, что преуспевают тоже нельзя, потому что, ну что я там на ютюбе сейчас зарабатываю? Ну так себе вот, просто, так сказать, чтобы не помиреть с голоду. Но я не бедный человек, я давно работаю в профессиональной журналистике. Я уж в «Коммерсанте» в 90-м году начал работать, в январе, можете себе представить? А, нет, в «Московских новостях» в январе 90-го года, а в сентябре меня взяли в газету «Коммерсант». А в августе я успел съездить в Америку, впервые по студенческому обмену я попал в Нью-Йорк. То есть как бы вот в это, вот скажите, Геннадий, вы когда в Америку приехали? А в 92-м году в начале, в начале. Я приехал, так как мы близнецы, к сожалению, вы нас не видите, поэтому приехали в один день и в один час. Вот, мы вам наше интервью, естественно, перешнем, и вам будет интересно нас увидеть. И чтобы у нас было дальнейшее сотрудничество, на что мы очень рассчитываем, если это будет возможно. Мы будем вам очень благодарны. Глеб... И вы попали сразу в какой город? Чикаго. А, вот так. А почему в Чикаго? Вы кем были? Студентами, как и я, что ли? Нет, мы уезжали по программе «Рефьюджи», по программе беженцев, семья евреев. В один момент, когда это было возможно, когда Горбачев разрешил в России советским евреям уезжать, ну, наша семья приняла решение, и мы поэтому уехали. Понятно. Ну, поэтому вам было легче, что вы сразу получили какое-то там пособие минимальное, чтобы начинать там осваиваться, изучать эту жизнь и все остальное. Да, как все, кто приезжал в то время, естественно, и потом внедрение в американскую жизнь, оно тоже было непростым, но все-таки, как говорится, время берет свое. Глеб, а движется ли Россия к диктатуре, на ваш взгляд? Потому что под тому, что мы видим, и мэр Собянин, как говорится, обещает более ужесточить правила. Правила? Нет, нет, не движется никакой диктатуре Россия. Россия стоит на месте. Россия такая, какой Путин. И вот Путин, он такой, да, он авторитарный, но он не полный беспредельщик. И, так сказать, вот он как бы не устраивает политические убийства в России. Вы понимаете? То есть это, ну, спасибо ему за это. И существует свободная пресса. Местами немножко, там, эхо Москвы, телеканал «Дождь». Вот мы на Ютьюбе тут, в общем, тоже, так сказать, многое себе позволяем. Поэтому, ну, давайте будем реалистами и не будем называть Путина Сталином, да. Хотя, ну вот, так сказать, вы видите, я никаких симпатий не питаю к Путину. И он никуда не развивается. У него принцип один – просто вот сидеть на месте. Он вообще не готов ни к каким резким движениям. Он их боится, он их не умеет. Для него это трудно. Это не его психотип. Ему хочется вот такая вот законсервированная жизнь. Утром встал, нырнул в бассейн, потом какие-то протокольные совещания под телекамеру, потом за кадром порешаем, так сказать, настоящие дела, настоящие деньги, настоящих министров и настоящий бизнес. Ну и, в общем, дальше пойдем играть в хоккей, так сказать, живем такую приятную жизнь. И плюс все окружение поддакивает, что Владимир Владимирович, что под контролем, вы великий, и у нас все прекрасно. Нет-нет, Россия никакой диктатуре не идет. А вот кто будет после Путина, все что угодно, вплоть до диктатуры, да. Глеб, вот смотрите, вы сейчас говорили, что, значит, Путин никого не, как говорится, не уничтожает. Ну, будем так говорить. Существуют ли в России политические убийства? Я имею в виду в первую очередь, естественно, Немцова. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что Немцова убивал не Путин и не по команде Путина. Те люди, которые убили Немцова, они точно не спрашивали разрешения Путина. И говорят, собственно, что наши силовики после этого были в шоке и в ярости. И, ну, я не буду сейчас говорить в эфир, кто убил Немцова, хотя это весь интернет говорит. Но, вот говорят, наши ФСБшники были в шоке, прибежали к Путину, давайте мы это накажем и так далее. Тот сказал, нет, вот Путин во всем, мистер, нет. Вы понимаете, мистер, тормоз, мистер, стоять на месте, мистер, не делать никаких резких движений, никуда, ни туда, ни сюда, никого не наказывать, ни своих, там, ничего. Проворовался ты, облажался, убил ли ты Немцова, не надо ничего, не надо, как это у него, там, мутить воду или что там, будоражить. Не знаю, как это называется. Глеб, такой вот вопрос, быстрый, перед рекламой. Как вы относитесь к лоялистам, к людям, которые в 2014 году полностью поддерживали Путина? Ну, например, профессор Соловей или журналист Шевченко или вот дипломат Платошкин, писатель Юрий Поляков. А сегодня они в резкой оппозиции, то есть они как бы не отвечают за то, что было пять лет назад, а сегодня вот они говорят, такая плохая власть, при том, что они ее, ну, они ее строили, они ее поддерживали. Они очень хитрые. Они сейчас не говорят, что мы зря брали Крым. Никто из них вам это не скажет. Они сейчас будут говорить, что власть то и другое делает неправильно, но то, что они сделали в 2014 году, взяли Крым, все эти люди скажут, что это правильно. То есть это такая хитрая позиция, и, в общем, вы их так вот легко не поймаете, как вы говорите. А как я к ним отношусь? Ну, я понимаю, что они в основном все люди с лукавством, они все хитрят, они все пытаются и нашим, и вашим. Это очень распространенная позиция, сидеть на этих двух стульях трудно, надо уметь. У меня такого таланта нет, ну и бога ради. Глеб, у нас еще есть три минуты перед тем, как нам надо уходить на рекламу. И вот, как бы, в продолжение этой темы, немножко чуть-чуть другой вопрос. Сейчас весь интернет наблюдает за поединком, значит, Соловьева и Уткина, да? Как вы к этому относитесь, и есть ли у вас чья-то сторона, принятая вами, предпочтение в этом вошли? Что, среди вашей аудитории есть кто-то, кто на стороне Соловьева? Что, правда? В Чикаго есть один человек, который на стороне Соловьева? Есть, да, есть категория людей, которые, во-первых, я вам просто объясню, чтобы вы понимали. У нас довольно большая аудитория людей, которые поддерживают, во-первых, режим Путина, во-первых, поддерживают, ну, естественно, самого Путина. И, наверное, 65 плюс, да, возраст? Я думаю, что да, 65 плюс, да. И, естественно, поддерживают Соловьева, хотя для меня, я вам скажу свое мнение, для меня это человек определенно подонок. Это человек, который играет на крови, ведет свою передачу на крови, и я считаю, что когда-нибудь, это мое личное мнение, к нему придет распад. Не знаю, в каком это будет виде, но я считаю, что этот человек абсолютно, в моем понимании, омерзителен. А вот, будем так говорить, Уткин или Соловьев, будем так говорить, на кого стороне сейчас мяч? Ну, конечно, Уткин, Уткин на этом выигрывает невероятно. Он вот сегодня или вчера записал второе обращение к Соловьеву, рассказывает, что к нему пришел вал тоже подписчиков, тоже там за неделю, там, наверное, 70 тысяч подписчиков. И он им говорит, ребята, я же вообще-то футбольный журналист, я вам честно скажу, я не буду так топить за политику всегда и долго, начнется футбол, будет снова футбол. Ну, ладно, сейчас пока вот время такое, сидим на карантине, я поговорю о политике. Уткин очень толковый человек и зря он занимается только футболом, когда он говорит о политике, о каких-то вот подобных вещах. Он человек здравого смысла и он находит очень много таких вот нюансов, которые я не замечаю. Вот он, например, разговаривал тут недавно с Олесей Бацман, это украинская журналистка, и она его стала выводить на то, чтобы он про Крым наш что-то такое жесткое сказал. А он говорит ей, слушайте, были Будапештские соглашения, когда разваливался Советский Союз. И в них спрашивает он ее, вы знаете их содержание? Она говорит, ну да. Он говорит, а вот нюанс, который, так сказать, главный там, ну она не знает. А он ей говорит, вы понимаете, что сказано в Будапештских соглашениях, что если на Украину кто-то нападает с ядерным оружием, вот тогда Америка или западные страны за нее вступаются и защищают. Так вот, когда Крым наш брали, то никто на Украину с ядерным оружием не напал. Вы чувствуете? Этот вот маленький нюанс, но тем не менее на него обратил внимание Уткин, а я не обратил. И спасибо Уткину, что я вот в этом интервью этот нюанс уловил, да, то есть как бы. Вот, собственно, чем отличается человек здравого смысла и хороший журналист от плохого, да, что он следит за важными нюансами, а их в нашей жизни кругом немерено, мы не успеваем за ними следить. Глеб, мы должны сейчас уходить на рекламу, большое спасибо, не отключайтесь, а нашим радиослушателям хочу сказать, что у нас интереснейшая беседа с Глебом Пьяных из Москвы. Спасибо. Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в программу Политинформания, Народная волна, Русская радио, Чикаго, ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. И у нас сегодня беседа с замечательным человеком, журналистом, тележурналистом, режиссером Глебом Пьяных. Еще раз, здравствуйте, Глеб. Да, да, здрасте. Глеб, сразу, я знаю, вы любите быстрые вопросы, вот такой вопрос. А что такое сегодня российский патриотизм? Поясню, поясню, что я имею в виду. Например, коммунисты считают патриотизмом это социальное равенство, а путинисты считают патриотизмом единую Россию, демократы и либералы считают патриотизмом, значит, демократические процессы. Ну, жириновцы, анархисты, у них тоже есть свои предпочтения. Как вы видите, что такое российский патриотизм? Нет никакого российского патриотизма. 99% населения живут от забора до обеда. К сожалению, многие пьют, не мне вам рассказывать. Мыслящих, которые вообще о таком понятии, как патриотизм, задумываются, они находятся или в нашем с вами либеральном лагере, и тогда для нас патриотизм, это чтобы Россия стала нормальной, европейской страной, демократическим государством, сменяемость власти, контроль, свобода слова, как в Америке, и тогда у нас будет экономическое чудо. Это мы, патриоты России, вот такие, мы с вами. А есть другие патриоты, которые в основном лукавые, они в это не верят, но хотят верить. Они хотят верить вот в то, что там Сталин хороший, Путин хороший, вот это разные формы авторитаризма, что у России особый путь, и вот это вот вся вот эта ахинея там про твердую руку, про великое государство, про государственность, вот большинство этих людей, они в эту ахинею не верят. Они хотят примазаться к государству, к мейнстриму, к тому, чтобы получить там какие-то деньги, какие-то возможности, просто чтобы их там кто-то, не знаю, там уважал, ценил. Но среди них оголтелых, которые истово в это верят, ну прям вот единицы считаны. Практически их сейчас не найдешь. Ну что, мы с вами не понимаем, что Геннадий Зюганов и вся его коммунистическая партия, что они никакие не коммунисты, конечно, понимаем. Он, конечно, любит частную собственность, любит Мерседеса, любит играть в бильярд, вот в снегирях здесь, в доме отдыха советском. Но вот эту вот лапшу бла-бла-бла вешает, потому что знает, что его вот эта вот неискушенная аудитория 65+, она в эту лапшу верит, потому что по инерции со школы помнит, что вот это такие истины правильные. А если бы им со школы, как у вас, рассказывали бы, что главная свобода, независимость человека, что потопаешь то и слопаешь, капитализм, частная собственность, святое частная собственность, то также бы эти бабушки 65+, верили бы в то, что святое частная собственность и нельзя не платить налоги. Ну вот все. Глеб... Слушайте, можно я про более простой вопрос. Вот я слышал у вас сейчас рекламу мебели. А что, можно в Чикаго сейчас купить мебель? Что, мебельный магазин открыт? Ну, по, значит, можно позвонить хозяевам и договориться о том, что ты придешь и посмотришь эту мебель. То есть по звонку. Ну, по-английски, по... И как работают все магазины? И русские мебельные, и американские мебельные, да? Сложно сказать, как работают американские мебельные, потому что здесь у всех немножко по-разному. Единственное, что могу сказать точно, А дилерские, которые продают машины, все американские дилерские, не только там, где есть русскоговорящие менеджеры, они работают по appointment'ам. То есть ты не можешь приехать на дилерскую и купить машину просто так. Ты должен заранее позвонить и заранее... Но ты не можешь. Я-то думал, что просто все заблокировано. Нет, нет. В Москве ты не можешь купить машину сейчас новую. Никакой appointment, ничего ты не можешь назначить. Все, сиди, жди, когда откроется. Нет, нет, нет. Все возможно максимально, максимально... Будем так говорить, рестораны закрыты напрочь. Напрочь, но на вынос. Работают на вынос. То есть ты можешь заказать еду, и тебе привезут и поставят. Да бог с ними, рестораны это не предмет первой необходимости. Вы понимаете, а вот уже машины это то, что крутит. А уж стройка, строительные материалы, это вдвойне важно. Я живу за городом, вот сижу на даче, и вокруг меня здесь вот так же из-под полы по-русски, вот как у вас вы говорите, позвони хозяину мебельного магазина, свой парень, ты посмотришь диванчик. Вот мы так же тут любой стройматериал можем купить. То есть мы такая Россия, Украина, мы все ребята одинаковые, и мы вот так вот слегка эту власть обходим. Она там что-то придумывает свои правила, ну а мы живем свою жизнь, нам же надо жить. Ну мало ли что вирус, ну не сходить же с ума. Можно еще вам один вопрос? Да, пожалуйста. Вот Геннадий, Эдуард, у вас акции есть? Вы купили в своей жизни хоть одну акцию? Нет, я не покупал, я этим пока не занимаюсь. Я тоже пока этим не занимаюсь, но надеюсь, что после того, что сейчас пройдет коронавирус, мы очень все на это надеемся, экономика пойдет кверху, Трампа пересберут президентом, и тогда будет возможность купить какие-то акции, да. Вы правда купите акции? У вас нет ощущения, что это адский мыльный пузырь, это виртуальная реальность, что он сдуется сейчас с грохотом огромным. У вас такого нет ощущения? Вы знаете, прежде чем что-то делать, в Америке уже за много лет это принято, я всегда приконсультируюсь со своим финансовым консультантом. Ты с женой? И с женой, да, и с женой, и, естественно, с людьми, которые в этой области разбираются, которые следят за всем этим, поэтому почему нет? Это не так, в принципе, тяжело, понимаете? А Америка, наверное, живет по другим, наверное, она живет по другим законам, чем Россия и многие другие страны, и здесь всегда принято обращаться к профессионалам по любым вопросам. Консультантам. Консультантам, да. И поэтому... Без вопросов, просто сейчас лучший консультант это интернет, в том числе и YouTube. Все эти консультанты, ты можешь послушать консультацию, потратить свое время. Иллюзия, что ты пришел в офис, заплатил за час его разговора, и он персонально для тебя откроет какие-то супертайны, которых он не открыл в открытом доступе в интернете, ну, это иллюзия какая-то, это предрассудок. Ну, окей. Я знаю, что очень многие американцы покупают акции, и вот сейчас, когда этот рынок еще не взорвался, не схлопнулся, но очень сильно просел, и из него испарились по некоторым оценкам 20 триллионов долларов, то очень много американцев реально потеряли деньги. Вы знаете их, или просто русские в это не балуются? Вы знаете, я думаю, что вообще говорить о финансах, о финансах как таковых, в Америке не принято. Это закрытая тема для каждого из нас. То есть у каждого есть свои расходы, свои доходы, и здесь не принято, допустим, называть свою зарплату. Делиться мнением. Да, делиться информацией. Делиться информацией, да. Я понимаю, зарплату я тоже никогда никому в жизни не говорю. Я, видно, немножко американский. Ну, просто все, что... Вот если ты, например, купил акции Тесла по 200, а продал по 800. Ай, красавчик, заработал 20 тысяч долларов. Неужели не расскажешь за пивом соседу? Нет, за пивом соседу не расскажешь. Это, это... Ну ладно, ну такая прикольная вещь. Купил акции Тесла, потому что понимал, что Илон Маск гениальный чувак, и что всем нужны электрические автомобили, системы накопления электрической энергии. SpaceX летает, возвращает эти вот две ступени. Боже мой, я покупаю их акции по 200, и вот они уже 800, я продал. Вау, мои 20 тысяч долларов. Да что же в этом такого? Почему не рассказать за пивом? Ну, русскому соседу за пивом можно рассказать? Глеб, а вы считаете, Америка находится на другой планете? Как вы думаете? На этой, но вы же говорите, что американцы даже... У американцев это... Понимаете, у американцев это в психологии. А русские более люди раскрепощенные, будем так говорить, российские люди, русские люди, более раскрепощенные, и открытые, вот мне подсказывает наш редактор, Анатолий, открытые, правильное слово, да, и поэтому они готовы делиться, будем так говорить, может быть, не всей информацией, но такой, которая их может поднять на какой-то уровень. У американцев это нет, у человека может зарабатывать огромные деньги и вместе с тем ездить на обыкновенной машине. То, чего в России, скорее всего, никогда не будет. Правильно? На каждом шагу я всегда ездил на более скромной машине, чем мог себе позволить. Я ездил на Volvo XC90 11 лет, накатал на ней 330 тысяч километров, и, ну, я мог за это время там пять раз купить новую машину побогаче, чем Volvo XC90. Тем не менее, я этого не сделал, а вот, так сказать, накатавшись, два года назад купил Volvo XC60. Вы знаете, как бы поменьше, и кто-то скажет, ну, видите, у него не хватило денег на новую XC90. Отчасти это правда, а отчасти она была очень длинная, она пятиметровая, ты вообще не припаркуешься в центре Москвы. А XC60 покороче, боже мой, какой я кайф ловлю. Вот только пневмоподвеску не взял, вот это было, блин, жестковато. Старенькая та была, такая американская машина, такая вот, сел как на диван и поплыл, поплыл. Так что нет-нет, очень много в нашей среде людей и в Москве, и в России, которые совершенно, так сказать, не пытаются внешние атрибуты, никаких дорогих шмоток, цацок, дорогих часов. Вот у меня вообще нет часов, да, там, так сказать, ну, я никогда не куплю бриллиант, даже жене любимой, ну, я не могу, какой бриллиант, жена, ну, давай новый телефон тогда, новый айфон вышел, ну, нахрена этот бриллиант, ну, ну, бессмысленная вещь, просто абсурдная, ну, это же дикари, бусы вешали стеклянные, ну, это то же самое, да, поэтому нет-нет, вы, так сказать, совсем уж плохого мнения о тех, кто остался в России. Абсолютно нет, абсолютно нет. Глеб, вы понимаете, вы спросили, задали вопрос по поводу стаков на бирже и так далее, значит, в основном все американские пенсионные фонды завязаны именно на бирже, и поэтому люди, которые работают и которые имеют пенсионные фонды, таким одним или другим способом, они все равно завязаны с биржей, и биржа поднимается, пенсионный фонд накопления растут. Вы позволите, я вас прерву, дело в том, что пенсионный фонд по законам Соединенных Штатов имеет право вкладываться только в очень надежные активы, в основном облигации Федерального резерва США и вот что-то подобное, да, то есть я даже думал, что они не могут купить акции Боинга, понимаете, и поэтому вот те, кто купил акции Боинга, это немножко не так, да даже Гугла, наверное, да, все эти люди, это или крупные фонды, куда есть акционеры, там частные инвесторы, или даже отдельные частные лица, вы понимаете, я вам точно говорю, это наши биржевики хором говорят, что американские граждане потеряли огромные деньги вот на сжимание этого фондового мыльного пузыря, и хотя Трамп всадил туда почти триллион долларов, 800 миллиардов, да, чтобы надуть этот пузырь снова, но нету больше у Америки сил этот мыльный пузырь надувать, но у вас дефицит государственного бюджета почти триллион долларов в год, и так было из года в год, и вы его покрывали тем, что вы брали деньги в долг, облигации Минфина США, их покупали все, весь мир, арабы и правительство России, все, 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 но в этом году никто не купит, все, ни у кого нет лишних денег, нет желания, и я думаю, что у большого бизнеса уже нет веры в Америку, в то, что эта система незыблема, вы понимаете, при этом Америка не крутится, экономика с тем же темпами, вы не будете получать в бюджет те же прежние деньги в виде налогов, и поэтому дефицит бюджета США в этом году оценивается уже не в триллион, а по-моему, то ли там по разным оценкам, там от 4 аж до 6 триллионов, и как его покроет правительство Трампа, это загадка величайшая, вы понимаете, я вам и говорю, что мир рушится, да, поэтому вот зря вы, ребята, это недооценивается, мы справимся, мы справимся. Я думаю, что Америка справится, как говорится, помните, что говорил это царь Соломон, да, все проходит и это пройдет, но у меня другой вопрос. А раз ведь царь Соломон был американец, подождите, я что-то... Царь Соломон жил в это в долгие, как говорится, долгие времена назад, но вот это его высказывание на кольце, оно все-таки дает нам надежду, что все будет, потихоньку все наладится. Но у меня к вам другой вопрос, если позволите, Глеб. Лужков или Собянин, в вашем понимании, кто из них... Конечно, Собянин, Лужков из Чадия Ада, это колхозник, который хуже Хрущева, это колхозник, который там в начале Арбата старого залимонил вот этот вот гранитный какой-то комплекс, там, загородил старинную улицу, он гадил эту Москву, портил для того, чтобы, чтобы Лужковская там жена заработала там один доллар, они делали зла городу на 10 долларов. Собянин, ну, просто, ну, совершенно другой человек. У Лужкова все делалось плохо, гадко, назло, и я вам вот доказательства, смотрите, чтобы я не казался предвзятым. Значит, Москва сейчас при Собянине не очень похорошела, особенно центр города просто конфетка стал. При все, около всех метро снесли вот эти лужковские бездарные ларьки начала 90-х открылась архитектура и сталинская, и конструктивизма, вот эти станции метро, все стало чисто красиво, как европейская столица. И вот это все сделано на те же деньги, которые в бюджете ЖКХ Москвы. То есть, Собянин ниоткуда дополнительных денег не брал. То есть, при Лужкове из этого бюджета воровалось 95%, а при Собянине воруется 50%. И на 50-х была сделана вот эта программа «Моя улица». Ну, фантастика, вы понимаете? То есть, я тоже возмущен тем, что у Собянина продолжают воровать деньги, вот эти бордюры бесконечные делают. И вот уже был коронавирус, а они продолжали делать бордюры. По-моему, даже в апреле был заключен контракт на то ли на 3 миллиарда рублей по бордюрам. И мы все об этом долбили, мы все вот журналисты, которые могут себе это позволить. В результате Собянин остановил эти программы. То есть, он слышит общественное мнение, то есть, в принципе, Собянин отчасти работает одной ногой по-капиталистически. В режиме вот свободная пресса, свободная пресса возмущается, мы приостанавливаем беспредел. Но при Лужкове близко ничего подобного не было. Глеб, а такой вопрос. Что вы думаете, что произошло с режиссером Шахназаровым и с режиссером Бортко? Два абсолютно прогрессивных перестроечных режиссера, которые выпустили замечательные фильмы, но то, что я вижу, что они делают сегодня, то, что они говорят, как мне кажется, это какое-то дно. Как вы считаете, что вы думаете по этому поводу? Ой, странно, что вы не упомянули Никиту Михалкова. Да, и Михалкова, конечно, Михалков. Ну, как-то очень так, стесняясь. Нет, 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 просто с Михалковым более понятно, просто с Михалковым это более понятно, а вот Шахназаров и Бортко, чем они друг от друга отличаются, возраст примерно тот же самый, эпоха примерно та же самая, но, кстати, Михалков и сделал куда более талантливые фильмы между нами, девочками, и, в принципе, менее понятно, вот Михалкову зачем это все, он в полном шоколаде, он мог не лизать попу власти и при этом быть уважаемым, да и он остается уважаемым за то, что он сделал как художник, а вот потом, когда пошли у него эти вот фильмы там 12, ой, господи, ну и так далее, поэтому, почему Шахназаров и Бортко, почему не говорить о Михалкове, я вас не понимаю. Хорошо, скажите тогда о Шахназарове. давайте тогда Шахназаров, Бортко и Михалков. Ну, собственно, я уже все сказал, я искренне недоумеваю, мне кажется, это, ну, как бы, у человека становится меньше денег, он начинает метаться, вот в начале 90-х было особенно тяжко, и тут они ломаются и начинают дружить с властью, чтобы получить тот уровень жизни, который у них был до этого. А надо было просто потерпеть там совершенно какие-то там 3-4 года, да уже были возможности зарабатывать, да Михалков, живя в своей этой Николиной горе, вообще не знаю, в чем он нуждался, отпили от папиного там гектара 10 соточек, и тебе хватит на там 7 лет жизни в дикие 90-е. Потом в 2000-м отпили еще 10, и там еще тебе хватит на 10 лет. А в 2008-м или в 2007-м ты отпиливаешь еще 10, и тебе хватит уже и детям, и внукам. Вот такая была ситуация. Ну, это самый примитивный взгляд на это все. Что там у Шахназарова и Бортко, были ли у них какие-то возможности что-то зарабатывать, я не знаю. Я не верю, что они искренне поддерживают эту власть. Нет, они абсолютно играют спектакль, ломают комедию, ну, как партсобрание при советской власти. честное слово, ну, да, некрасиво, да, так сказать, жалко хороших художников, талантливых людей, которые много сделали классного. Просто жалко. Глеб, а вот смотрите, фамилию Алексей Навальный, да, сочетание Алексей Навальный, знают, наверное, ну, если не во всем мире, то там, где русскоязычное население, знают, да, у нас в Чикаго о нем хорошо знают, и о нем абсолютно разное мнение. Кто-то считает его такой предтечей, будем так говорить, плохих событий, если утрировать, да, кто-то считает его настоящим либералом, человеком, тем человеком, который, если придет к власти, то Россия вырвется вперед, вперед, заживет по-настоящему. Ваше отношение к этому человеку, если, во-первых, безусловно, если Навальный придет к власти, Россия сделает рывок вперед, никаких в этом нет сомнений, первое, что он сделает, это будет жесткий стоп воровства в системе госзакупок. Он с этого начинал как юрист, он эту тему постоянно педалирует. В России на госзакупках воруется такое количество денег, что просто, ну, вбрось их в экономику или просто, ну, не воруй, и начнут строиться дороги, пароходы, мосты, зарплата врачам, ну, то есть, ни малейших сомнений. Насколько будет Навальный авторитарным или демократическим лидером, слушайте, какая разница, Россия нуждается в движении вперед, Навальный это стопроцентное движение вперед. Остальное малозначительные детали, серьезно. Глеб, по выражению писателя Дмитрия Быкова, он сказал так, после черных придут серые. Навальный, вот сейчас у нас серые, а вообще-то в первоисточнике у Стругацких звучит, что после серых приходят черные, по-моему, по-моему, Да, 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 он цитировал Стругацких. Вот сейчас у нас серый, Путин серый, откровенно, а Навальный яркий, светлый, ну о чем вы говорите? Даже если вдруг он увлечется властью и станет более-менее авторитарным, он за первые там пять лет своего президентства успеет настолько много сделать для страны, настолько сильно ее продвинуть вперед, что слушайте, да прекрасно. А если, допустим, ну возьмем к примеру, во что я, честно говоря, не особо верю, если, допустим, он придет в власти, или кто-то другой придет в власти, нужна ли в России люстрация, на ваш взгляд, или все-таки нужно поступать, сказать, забудем, это были такие времена, как говорится, пускай люди живут и работают. Вы знаете, можно сразу отвечу? Честное государственное управление точно предполагает люстрацию не юридически, а просто, ну, по факту. Как только ты начнешь искать честных министров, дашь возможность выбирать свободно мэров, губернаторов, то везде начнется ставить честных там руководителя там генпрокуратуры, ФСБ, министра внутренних дел, хотя колокольцев, вы знаете, на меня производят впечатление достойного мужика, но да ладно. И вот в результате вниз тоже начнет спускаться, они начнут выкидывать вот этих вот, которых надо иллюстрировать, поэтому мягкая будет люстрация или жесткая люстрация, но это по-любому будет люстрация, потому что старая вся вот эта вот бюрократия будет выкидываться, а если она не будет выкидываться, она будет часто сама увольняться. Вот представьте себе судью коррупционную, вот в Краснодаре была знаменитая Хохолева, Хохолева, фамилию забыл, потом строила свадьбу дочки за 2 миллиона долларов, у нее там плясали Баскова, Киркорова, ну там жуть какая-то была, господи, как же ее фамилия? Хохолева, 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 да, Савья Хохолева, вот, ну вот представьте себе, что начинается честный суд и сверху вниз по вертикали транслируется, что судить надо честно, если ты делаешь нечестный приговор за взятки, то его просто отменяют в Верховном суде и все, и ты или взятку возвращай, или там тебя в подъезде будут убивать, и у нее просто заканчивается эта маза, да она сама уволится, она скажет, да зачем я буду работать за эту зарплату, вы понимаете, да, то есть начнет в системе еще самоочищение происходить очень, так сказать, качественно, просто невероятно, то есть достаточно Верховному суду начать жестко судить честно и отменять все беспредельные эти самые приговоры и решения судов нише стоящих инстанций, там прям вот уже начнется очищение, вы знаете, Глеб, огромное спасибо, мы, к сожалению, должны заканчивать нашу передачу, время подошло, отлично поговорили, спасибо вам, я на своем ютуб канале тоже это выложу, пожалуйста, вырежу рекламу, то все, а так в принципе, я же неспроста вас пытал про фондовый рынок, про доллар, и оказался безумцем неадекватным, нет, я делал профессионально свою работу для того, чтобы мою аудиторию заинтересовать нашим разговором, нам это будет тоже очень приятно, большое спасибо, и мы надеемся на следующую встречу, нашим радиослушным всего самого лучшего, всего хорошего, спасибо, до свидания,